Всем здравствуйте! Меня зовут Миргуль, я мама особенного ребенка Бахтияра. Когда мы познакомились с Давидом, это было в 2018 году, Бахтияра на тот момент было 3 года и 3 месяца. И тогда, только в 3 года мы узнали диагноз Бахтияра, что у него ЗПР и аутические элементы. Конечно, про Давида я услышала через интернет и сразу же начала набирать Давида. Давид ответил, тут же ответил, и мы по душам поговорили. Конечно, там все эмоции, все чувства, это не передать, это и расстроенные чувства, это и паника, это и безнадежность, это и опущенные руки, это глаза полные слез, это безысходность, как будто бы казалось на тот момент. Но Давид, человек, который может сказать, который может направить, поддержать, он тут же сказал, да, не надо слез, все будет хорошо. Давид провел первый сеанс, на самом деле все, через полтора часа стало все хорошо. Дело в том, что позвонила я к Давиду еще по поводу того, что у Бахтияра поднялась высокая температура. Температура была под 40, и я ее не могла сбить. Поэтому, когда мы поговорили с Давидом, Давид тут же провел сеанс, и через полтора часа температура нормализовалась. И с тех пор, периодически, я старалась всегда дозвониться до Давида. Это было очень сложно, но никогда не опускала руки, потому что знала, что сеанс дает многое. У нас ребенок, Бахтияр, он на тот момент ходил в штаны по-большому, по-маленькому. У него не было указательного жеста, он не понимал речи, он не умел раздеваться, как говорится, одеваться. Он много чего не умел. Конечно же, это были постоянные истерики с его стороны, да и то, не знаю что, как говорится. И после того, когда Давид провел сеанс, второй сеанс, я позвонила по поводу того, что у Бахтияра были истерики. Я не знала, как с ними справляться. Мы приходим домой, если это весна-осень, то я вся в грязи, потому что это постоянные истерики. Зимой это и в 2-3 раза сложнее, потому что это еще и сани катишь. И Бахтияр, он получается, вот мы зимой едем на санях, и он тут же начинает спрыгивать и бежать в сторону дороги, без разницы, в магазины. То есть, куда ему взбредет, туда он и бежит. Я с этим никак не могла справиться. Для нас прогулка, вот для меня лично прогулка, это была каторга. После того, когда я позвонила Давиду, и Давид провел сеанс с улыбкой, да, после его добрых глаз и добрые улыбки становится на душе легче. И на самом деле мы вышли на прогулку, и что самое интересное, Бахтияр тут же хотел скачать с саней. Я ему говорю, Бахтияр, нельзя. Он раз, и сразу сел на место. И для меня это был шок. Я шла, и у меня аж слезы наворачивались от радости, что на самом деле ребенок что-то понимает, оказывается, он может это понять. Просто что-то ему мешает, и что-то ему не дает понимать нормально. С тех пор мы постоянно, периодически проходим дистанционное лечение. У ребенка появилась речь, появились и слова. Слова отдельные тестировала, да, его до 500 слов он знает. Указательный жест появился. У него появился взгляд, появилось понимание. У него появился более осознанный взгляд. Конечно же, штаны ходить он и по маленькому, и по большому он перестал практически уже через полгода, это точно. Сейчас что, вот он физически хорошо развивается, то есть он освоил езду на велосипеде, на самокате, то есть кувырки, хождение на руках, да, и вот физически он был тоже очень слабый. Все это он освоил. Также появились некоторые ролевые игры. Вот, то есть он любит кормить, да, кукол, животных. Вот, он любит лечить, ставить уколы. Вот, у него появилась любовь к животным. У нас дома две кошки. Раньше он их никак не воспринимал, обходил стороной, побаивался. Сейчас он их обнимает, играет с ними. По-своему, но играет, кормит, ухаживает за ними. Начинаем потихоньку осваивать алфавит. И все я хочу это сказать благодаря Давиду и Есефе. У Есефа есть замечательные сказки, которые мы тоже периодически слушаем. Есефа проводит медитации, которые тоже очень эффективны. Спасибо вам большое, Давиду и Есефа. Потому что, на самом деле, в наше нелегкое время такое грандиозное лечение, еще и за бесплатное, это нигде такое не найдешь. Спасибо вам, Давиду и Есефа. Мы очень благодарны. Наша семья вам благодарна. Спасибо большое.